Привет, мои хорошие! С вами Селена и сегодня я хочу рассказать вам о том, как подготовиться к первому сентябрю и нашла для вас несколько идей, которые мне очень понравились. И это будут у нас такие интересные ручки и классные карандаши. Сейчас я расскажу, как я их сделала. Кому интересно, оставайтесь со мной и не забывайте подписаться, потому что впереди, к первому сентябрю, я подготовила для вас еще несколько интересных идей. Поехали! Итак, нам понадобится скотч из фикс прайса за 50 рублей. Оп, уронила и не нашла. И карандаши. Два способа клеить этот скотч. По вертикали, с двух сторон. Единственное неудобно, что вот, например, вот этот цвет, второй не очень хорошо прилепился, поэтому сверху я его закрепила прозрачным. Посмотрите сейчас. Вот, вот таким образом все закрепила прозрачным скотчем. И стало очень красиво. И стразинку прилепила, которую тоже купила в фикс прайсе. Мне кажется, очень красиво получилось. Второй вариант, как мы можем прилепить этот скотч, это сразу уже, как мы прилепляли прозрачный, таким вот образом. Тоже отрезаем все лишнее и приклеиваем стразинку. Если там не захотелось, вот такую синюю. Мне кажется, очень красиво. Но мне понравился вариант по вертикали, как-то он побыстрее. И вот третий карандашик сделала по вертикали и сделала его, сделала сразу скотчем. А, нет. Вот этот вот, кстати, очень хорошо прикрепился. На удивление. И его не нужно было закреплять скотчем. Поэтому скотчи разные. Разная какая-то там ткань. Ну и также стразинку. Я делала разного цвета, потому что мне нравилось на контрасте эти стразинки. По-моему, карандашки получились великолепны. И второй вариант, что я хочу вам показать, это ручки. Если вы найдете прозрачные ручки, обычные, без надписей, то можно сделать много интересного. Нам понадобится водичка, ПВА, клей, блестки, ну и всякая ерунда и бисер. Вот первый вариант, который меня заинтересовал. Я беру черную ручку, беру черный бисер, вытаскиваю стержень и затаскиваю туда наш бисер. Получилась такая интересная погремушка. Вообще, этот бисер там катается. Очень даже прикольно получилось. Сейчас посмотрите. Вот, она гремит. И потом мне захотелось еще немножечко добавить серебристого, чтобы чуть-чуть разноцветным сделать. И получился такой микс черный с серебристым. На мой взгляд, это еще прикольная ручка получилась. Вроде из простой. Ой, куда же без стразинки? Конечно, серебристая стразинка. Та-дам! Прикольная погремушка. Успаковать нервы. Теперь, если мы возьмем водички, разбавим немножечко с ПВА клеем. Помешаем все это. И потом с помощью шприца мы просто зальем это в нашу прозрачную колбочку. Там останется немного клея. Нам нужно именно, чтобы он был прозрачный. Мы возьмем туда и засыпем блестки. И они прилипнут по краям внутри. Тоже очень красиво получается. Необычно. Но мне этого было почему-то тоже мало. Так, я распределила блестки. Да, вот смотри. Смотрю, как получилось. Да, мне стало этого мало. Я еще решила доделать красоту. Я решила взять новогодний дождик. Вот какой у меня был похожий по цвету. И запихать вот сюда. Ну и все. Так же все сделать. И, конечно же, бусинку-страйзинку. Ну и еще одну ручку. Все-таки мне понравилась эта погремушка идея с бисером. Поэтому зеленый у меня оказался зеленый бисер и зеленая страйзинка. Вот такая красота получилась. Как они светятся на свету. Очень круто. Вот такие вот интересные идеи. Если вам понравилось, тоже ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...